уже 7 часов можно начинать так я вот не знаю тут в телеграме как с обратной связью в том смысле что слышно ли нас видно для нас кто-нибудь может или тут нельзя как-то да ребят можно кто-нибудь нажмите на это поднять ручку в телеграме и как это называется и скажите нас слышно не слышно скажите кто-нибудь слышно хорошо единственно у кирилла немножко глуховато как-то микрофон глуховато а сейчас вот если я буду громче говорить да получше особенности моего тембра так скажите презентацию нашу видно точнее кириллова портфолио то есть вы можете на нее нажать она большая станет на у вас все отлично хорошо тогда если вдруг что-то пойдет не так а это часто происходит на трансляции тогда в общем подавайте сигналы вот ну и тогда в общем начнем потихонечку ну во первых да я представлюсь меня зовут николай алексеев я художник преподаватель и вот одно автор я делюсь я делюсь всякими штучками со своими студентами из мастерских а и в общем то я ну как-то не знаю от хочется все время какого-то общения с художниками смотреть работой обсуждать ну и как-то вот при встрече издалека там в письменном виде все время как-то неудобно в общем то начать этот разговор и я решил а хочется посмотреть разузнать и так далее и я в какой-то момент решил вот делать периодически у нас получается раз в месяц где-то стримы в которых мы ну я сам смотрю и получаю удовольствие в общем от общения с художником ну и заодно чтобы мне одному было приятно в общем приглашаем послушать и посмотреть а и в гостях у нас сегодня кирилл гаршин художник из воронежа живописец тоже заслуженный человек в какой музей не придешь везде его работы висят и за но он организатор воронежской такой галереи которую сделал своей мастерской которая называется утилизация мы потом когда общем видео запись видео выложим я надеюсь то все ссылочки кинем можно будет ознакомиться в общем кирилл добро пожаловать на нашу встречу пригласил меня да всем добрый вечер рад что состоялась эта беседа а пока не стоялась в полноценном плане рад что она как бы началась отлично ты я сразу спрошу ты не против я сама твое портфолио я вот группе выложу чтобы потом ребята могли полистать и посмотреть уже все вблизи отлично так мы и задавать свои конверсные вопросы кириллу сразу такой технический момент в общем если кто-то хочет задать вопросы тут просто чата нету в телеграме следующий раз попробуем где-нибудь еще чтобы чатик был выручку поднимайте и мы вам включим звук и можно будет задавать свои вопросы потому что всем этого только лучше так вот кирилл мы сразу начнем смотреть твой pdf и первый такой вопрос это единственный вид вот портфолио где можно посмотреть все твои работы или есть на сайт или я просто насколько подписан на твои соцсети ты их не сильно ведешь как портфолио то есть не то чтобы можно было посмотреть какую-то подборку твоих я чтобы не совсем соглашусь в поле в самом деле я вот есть инстаграм который я ну как бы было задумано так что я его люблю еще и как портфолио такое открыто там в основном больше степени работы в меньшей степени что-то такое дуковое и жить ну я видимо по крайней мере так смотрю там обычно по крайней мере так было задумано отлично да ну вечеринки вечеринки конечно не как бы это никуда не деться это такая часть нашей жизни и то и все как бы такой баланс потому что но как бы если тебя просто чисто работы да чисто такой рабочий программ то как-то немножко страшновато как мне становится что ты как бы не чувствуешь за теми работами человека как я вот это сделал поэтому я стараюсь это разбавлять вот а что касается pdf да ну как бы в таком формате именно как портфолио у меня вот да вот такая вот пдф есть и собственно как бы сайта нет никакого я всегда читал что сайт пережитых прошлого за всю мою карьеру никто ни разу меня не спрашивал посмотреть там на сайте работы вот так что я как-то довольствуюсь это пдф и когда нужно что-то добавлять эти самые важные вещи из новых проектов просто добавляешь документы и покажешь так ну сейчас я так я начну а вот крутится я сразу ну в общем твои регалии твой портрет нам не очень интересен но вот всем кто собирается делать свой портфолио я тоже рекомендовал портретик вставлять это важно знать как художника лицо выглядишь и у тебя как бы само портфолио нас встречает текстом мизиана который как я ну прочитал он я так понимаю что это было триенали в гараже и там текст про определенную серию работ и он как бы не очень сильно тебя репрезентирует ну то есть как потай ты совсем не то делаешь да то что делал там в пятнадцатом тринадцатом году можешь вообще рассказать кто такой художник кирилл гаршун чем ну это художник который занимается преимущественно живописи я вот никогда не стыдился называть себя живописцем по-моему все там некоторые художники они как-то сидят себя ограничить в принципе зачем ограничить себя там говорить что я только скульптор и не только художник не только живописец да как было например моим первым гостем я как бы мне всегда как мне всегда нравилось именно это слово живописец оно очень красиво мне казалось поэтому я никогда от него не отказываюсь а я в принципе за свою деятельность я начал 2011 году заниматься осознанно я как-то не то чтобы прямо сильно тяготел каким-то другим были попытки но как-то я понял что живопись для меня настолько непаханное поле что можно всю жизнь его как бы пахать вот ну и собственно снимая живописью и в своей живописи я стараюсь затрагивать те темы которые мне наибольше всего интересны связанные там с семьей с памятью с официальными какими попрещениями в нашей стране да и связаны там еще с какими-то экспериментами именно чисто журналистами потому что сам предмет живописи не интересен и как он развивается и отвечать на вопрос развивка ли он уже до какого-то слова пика или можно дальше развить все эти темы мне интересны конечно текст мизиана в начале этого партфолио он как бы вставлен как просто такой некий комментарий уважаемого человека который просто написал такую маленькую заметку по поводу одного из моего проектов и конечно же он не отображает все сумки для того что я делаю но тем не менее он как бы намекает на то что как бы какая-то тема которую затрагивал в этом проекте это тоже присутствует в рамках моего моих интересов хорошо хорошо ну если вдруг нас андрей и нельзя слушать андрей привет так и в общем-то меня что удивило сразу после текста андрея нас встречает последний стенд на космоску стенд красивый и кстати в реальность он выглядел интереснее чем на фотографиях мне кажется ну и такое часто бывает да ну то есть вот этот решение с драпировкой у тебя на фотках они прям перебивают очень работы когда в живую смотришь выглядит не так пестром но в общем вопрос в чем но я понимаю что этот этот это пдф когда но насколько я понял она была сделана галереей сцена как которая тебя представляет да это все-таки такой галерейный 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 партнер потенциальных покупателей там еще для кого-то а и ну я как бы понимаю почему как бы стенд этот включен причем он такой целостным сделан действительно как выставка я очень люблю как-то собственно на ярмарочный стенд делается как полноценная выставка как высказывание пусть это не один несколько художников но тем не менее но возникает вопрос насколько ты этот стенд воспринимаешь как выставку и вообще насколько ты вот как ты мыслишь то что ты делаешь ты сразу продумаешь некие проекты да выставка как пространство серия или отдельные работы вот как ты начинаешь работать ну что касается этого стенда на то есть москва там действительно да было именно такой взял курс как показать не просто стенд с работами да сделать такую мини экспозицию потому что как бы это соло стенд там был присутствовал только я один поэтому надо было как-то подчеркнуть и и было принято решение сделать все красиво как отдельно это такая линия экспозиция поэтому вот я как-то заморочился да и с этими драпировками тоже сам рисовал но все зависит на самом деле от целей и задач которые ты хочешь достигнуть да конкретно в данной ситуации было было принято решение сделать именно так там если я например участвую в групповой выставке да ярмар космос то там в другом так что все зависит от того каких-то обстоятельствах я покажу ну а вообще насколько ты у меня просто такая личная проблема или я не знаю как это назвать я например не представляю себе никогда отдельную работу то есть для меня ну я делаю всегда ну как бы выстраиваю историю и мне интересно как работы между собой взаимодействуют как они там между ними напряжение возникает или какой-то нарратив между картинками и по большой по большому счету отдельную картину я не воспринимаю как вот что-то такое важное да ну там условный шедевр да как там какой-нибудь Куинджи который там всю одну работу значит там да вплоть до конца выставки приходил доделывал да вот шедевр или Иванов например который всю жизнь в одну явлении специалистов ну да вот вот я их как бы воспринимаю и мне по этому поводу вот у меня вообще никаких чувств к отдельной работе нету то есть она мне может там какая-то нравится или не нравится но по большому счету я их я их даже никогда не называю картинами там или что-то такое говорю картинки там работ слушай ну я на самом деле понимаю о чем ты говоришь я тоже во-первых не очень люблю слово картина вот потому что я мне нравится заниматься живописи да я там делаю живописи на работу особенно в последнее время раньше я как-то можно было назвать картину но я стараюсь уйти от этого понятия хотя оно как бы несет в тебе много смыслов тем не менее ну как бы довольно соревшее такое понятие и в целом когда ты занимаешься живописью то сложно делать что-то какую-то одну работу да ты в целом как бы мыслишь серией циклами да то есть как бы тебе сделать нужную какую-то выставку ты должен сделать определенную серию работ чтобы эта выставка состояла ну как бы да ну сложно от этой логики куда-то отойти но вот например кстати говоря сейчас я вот делаю один проект и он как бы в себя включает одну работу она очень большая состоит из девяти частей да то есть она там три на три метра условно говоря я вот как бы на ней сконцентрировался и вот я ее пока мыслю именно как одну единственную работу которую я хочу сделать для нее я там делаю специальный макет там да буду потом этот макет переносить через проектор на пространство полного холста да и собственно сейчас вот как раз таки я хочу попробовать мыслить именно вот этой вот одной работой потому что до этого да как бы сложно то есть тебе надо выстроить определенную историю как ты говоришь именно в работе и до этого момента я примерно так и работал у меня как бы серия это некая маленькая или ночь история о чем-то да какая-то тема которая которую в этих работах в этих историях она раскрывалась так и так получилось и на этой ярмарке то есть мосту да то есть тоже получилась определенная серия работ называется бестиарий это даже скорее цикл я бы назвал не серии потому что оно как бы подразумевает очень долгое как бы развитие в дальнейшем вот поэтому собственно это как бы только начало такой серии точнее опять таки не серия а цикл я уже настолько долго мыслив сериями что сложно иногда вот это нюансы заключить ну супер ну раз уж картинки смотрим я в общем-то чуть-чуть по твоим рассказам в курсе всех этих странностей с материалами которые ты всегда используешь я их если честно понять не в силах но давай вот сейчас здесь расскажи вот в этой последней в последнем цикле у тебя использованы очень странные материалы это что-то вообще сопредельное это органическая акварель вот ну видимо без пигмента такого типа там кадмия еще чего-нибудь без минералов да без минерального составляющего есть food coloring это видимо пищевые красители да мёд и nettle фабрин значит это видимо какой-то холст самодельный да это не холст скорее а трапивная ткань ткань трапивы обычно ее используют с то есть это ткани скорпивы органические органическая акварель вот можешь поподробнее рассказать что это такое чем она отличается от белых ночей например да но слушай очень интересно как бы стоит начать из того что до этого у меня была серия которая называлась ночные живот которая была выполнена самыми обычными акварельными трапами такими фабричными покупными фабричными трапами типа вот 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 нейтральными и мне так понравилось работать с акварелью что я решил сделать его по крайней мере на данный момент основным материалом но я столкнулся в какой-то момент с проблемой самопрезентации своей живописи меня как бы не устраивал тот момент факт что как ты говоришь это вот такие картинки это картина которая просто висит на стене это просто некое изображение чего-то да и она по своей как бы структуре никак особо ничем вдруг от чего-то еще не отличается то есть это такая чисто проблема технического характера живописного и она меня очень сильно долгое время тяготила проблема и в какой-то момент я просто пришел к размышлениям о том что надо поменять по возможности все материалы которые я пользуюсь на органические такие аналоги почему именно органические ну я как бы нашел для себя выход в данной органики аналоги считают что в этом заключено сразу несколько смыслов во-первых органическая акварель как бы она сделана можно сказать практически вручную есть очень мало фабрик маленьких по всему миру которые производят именно органическую акварель это такое очень трудоемкое занятие то есть люди просто выращивают определенного рода растения в составе которых присутствуют пигменты которые впоследствии используются для того чтобы сделать акварельную краску этот способ как бы использовался популярностью до того момента пока не изобрели фабричные краски когда начали использовать синтетические вещества в этих красках и само производство стало гораздо проще и быстрее поэтому постепенно от этих органических красок отказали но не всегда точнее не совсем к счастью и вот можно найти до сих пор сейчас такие места где эти краски производят и для меня как бы стояла задача чисто даже в какой-то степени экспериментальная живописная точка зрения поменять если ты меняешь все материалы соответственно по логике должно поменяться восприятие визуально и забот собственно как бы моя как бы живописная задача стояла в этом ну и к тому же я собственно это все очень хорошо легло на мою как бы поддержку осознанному потреблению раздельный мусор и все такое прочее вот но никто как бы в степени как там некоторые художники любят что это пропагандировать я не эко-художник по большому счету да я просто использую эти материалы потому что потому что это необычно это круто это как бы по-своему есть в этом какая-то дикость какая-то старомодность и меня это очень сильно привлекает старомодность дикость трудодоступность потому что все самое настоящее и органическое оно очень дорогое труднодобываемое и соответственно гораздо более ценное вот и да действительно у меня там есть краски которые органически сделаны не мной но сделаны из этих растений я их покупаю их использую помимо них я использую краски которые сделал сам из пигментов из этих вот пищевых красителей использую мед потому что мед очень классный материал как такое связующее вещество для красок и в принципе как сам по себе материал его можно использовать просто как часть живописного работы используют по возможности всякие другие материалы типа глины смешанным пигментом и тем же медом для меня это как бы своего рода эксперимент меня меня привлекает вот в этом эксперименте его еще не долговечность такая потому что да ну да вот я как раз хотел два как бы два эффекта такие обратить внимание первый вопрос долговечности да ну что понятно что там какой-нибудь пигмент из василька условного да он будет очень быстро окисляться и я думаю что картина будет видоизменяться да с одной стороны с другой стороны ну тот же мед да ну даже на этапе я просто видел конкретно вот эту работу она вся а не нет сейчас где-то вот этот вот здесь вот прям наш мед такой стекал с нее и я вот все боялся что да на нее так пыль осядет вот все это приклеится и она она еще течет при высокой температуре если жарко и при этом да я уже говорил что это галерейное портфолио как вот твой галерист смотрит на то что твои работы и покупатели потенциальные что работы могут в какой-то момент превратиться да в совсем другое нежели они покупали слушай ну галерист мой смотрит осторожно конечно такие перспективы как и любой другой галерист который продает работы он конечно очень осторожно смотрит но на самом деле как бы как бы не казалось что это что-то такое очень хрупкое и тут же рассыпется стоит ли думать на все это на самом деле это не совсем так потому что те же самые краски органические сделаны из растений они сделаны довольно профессионально то есть это ну как бы по сути это такая же акварель только в составе которой не присутствует каких-то запредельных химических элементов да то есть при правильном хранении все эти работы могут прослужить достаточно долгое время и в принципе да акварель она как бы даже даже фабричная акварель обычная она тоже достаточно хрупкая относительно остальных даже если вы используете обычную акварель тоже нужен особый подход поэтому все дело в внимательном подходе к работе со стороны людей которые хотят эти работы у тебя да я это честно просто говорю предупрежаю что не надо бояться что они там рассыпят на ваш век точно это все как бы останется и хватит да вы это все можете увидеть возможно какие-то трансформации несущественные связанные там с какими-то определенными фрагментами но в этом как бы и заключается мне кажется интерес потому что как бы с этой стороны ты уже воспринимаешь работу не как картину статичную какую-то картинку а как живописный объект который может есть какая-то возможность что он может как-то видоизмениться несущественно со временем но тем не менее как бы большой запас прочности он присутствует во всех этих работ то есть я в любом случае покрываю определенным лаком акварин эти работы так чтобы они имели определенный запас прочности хранить достаточно долго так что только так а как скажем так как ты вообще не переживаешь ну то есть как как художник да что ну как всем хочется да чтобы тысячи миллионы лет хранилищих работы где-то в музеях в темных комнатах там реставраторы ну ты не переживаешь что это все как бы исчезнет или тебя это вообще не волнует нет не то чтобы меня это не волнует меня это волнует но я по этому поводу не переживал потому что потому что мне кажется это достаточно какой-то красивый романтичный такой взгляд работает то они как бы имеют вот титул существования да то есть они родились они там какое-то время существовали и неизбежно как все живое как все в этом мире оно как бы куда-то девается да оно как бы превращается в прах да и мы все как бы в какой-то момент превратимся в прах и этот вот взгляд на работу с точки зрения какого-то живого организма мне кажется очень приятно я себе так сказать очень мне нравится как бы так ну что тебя гладят по извилинам таким вот мыслям это не навечно сразу вспоминаю как радовался Евгений Антуфьев когда он начал деревянной скульптурой заниматься что-то приходит в музей там жучки да 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 точит это деревянно как бы всюду жизнь такая окей и второй вопрос который вот с этими материалами у меня возникает чисто формальный как мне кажется да вот наблюдая со стороны за разными взаимопроектами ты все время как бы начинаешь использовать вот эти какие-то странные материалы ну как бы не по назначению да так не положено делать несмотря на то что это вот такой вот да немного устаревшие да вот эти все акварели картонные холсты там и так далее и тому подобное а несмотря на это ты используешь материалы таким образом что они не становятся как бы не похожи то есть у тебя акварель она не очень похожа на акварель она начинает вдруг там какой-то пастозный становиться из нее такой глянцевый из-за меда если это там холст то тоже там нет но вот этот холст он такой ну злому грунту или там акрил используешь холст становится похожей на бумагу бумага там наоборот какие-то ну в общем все время борьба вот с этим материалом происходит всегда материал не похож на то как ты его себе обычно представляешь да то есть у тебя там масло похоже на акрил акрил на масло там акварель тоже она какие-то совершенно другие качества принимает вот это так специально делаешь ну в смысле я понимаю что специально но вот это борьба как оно происходит почему ты борешься сегодня с этим материалом не даешь ему выглядеть так как ему положено да потому что это интереснее гораздо когда ты делаешь так так не положено это как бы определенный слой такой визуальной игры то тебе всегда хочется как-то на прочность этого материала ну так сказать попробовать да на что он способен может ли там акварель выглядеть как масляная живопись да вообще что-то непонятно да из этих материалов можно ли вообще из меда сделать какую-то живопись живописную какую-то постольку да это одна из как бы форм игры да технической ментальной ну да мне в общем импонирует такой игровой подход мне все время нравится с твоими картинами я вот как раз про вот эту серию с парком Тенаис я ее как-то вешал на какой-то выставке и да очень было удивлено надо понимать что это маленькие такие картинки 30 на 40 и вроде как все написано на холсте но холст тянул почему-то не на подраку увесил с ту деревянную доску вот все время такая несостыковка с материалом происходит с весом с текстурой в общем все время она как бы работой обманывает твои ожидания бирка с подписью материалов и то что висит все время не соответствует нет смотри мы же современным искусством занимаемся да мы ну ладно да если бы я написал какую-нибудь картину на бумаге в рамочку ее золотую поставил мне кажется ее бы не стали показывать с галерей современным искусством поэтому приходится иногда что-то выдумывать лично могу так это объяснить мне такое объяснение не нравится но хорошо так я не знаю в общем мы pdf скинем там все ознакомиться поближе с работами у меня вот тут тоже такой вопрос очень большой разброс в размерах до последнего времени у тебя были либо гигантские холсты ну не холсты а работы гигантские работы типа вот здесь на 75 на 394 и наоборот очень маленькие то есть вот таких средних вот такой вот разброс как ты вообще выбираешь размер для для работы по какому принципу ну смотри я вот смотрю на композицию думаю да что как бы она смотрелась выгоднее и эффектнее да в таком именно формате в огромных холстах или в маленьких таких вот холстах так тоже можно говорить да ну все как бы зависит от да и от тематики серии что я изображаю да что я хочу какой эффект я хочу произвести с этими работами так ну да классическая работа с композицией а ты не пробовал один и тот же сюжет делать в двух разных размерах да слушай я думал об этом на самом деле что как бы можно как бы да действительно так и попробовать сделать в маленьком формате и большом посмотреть что это будет да ты просто знаешь что я любитель один и тот же сюжет перерисовывать несколько раз они у меня есть как бы маленькие большие ну вот или там повторяются очень очень мне я не знаю как это как это зритель воспринимает но мне как художнику очень любопытно одно и то же все время как оно такое знаешь постоянно изменяющее размер а вот кстати коль например вот у тебя тоже вот скажем так у тебя есть такая особенность ты будешь повторять но вот например у тебя я как бы не особо ты видел огромных каких-то работ у тебя в принципе работа достаточно небольшого формата почему да но у меня как раз у меня да у меня как раз антикомпозиционный подход я почему говорю по новой того же сюжета да или сдувание его у меня антикомпозиционный подход а у меня как бы картинка она любая картинка да за счет мне нравится картинка и мне ее нужно нарисовать вот как бы какой холст у меня есть на таком я и рисую здесь я специально использую не как бы покупные холсты у которых есть четкий размер у меня есть три вида холстов которые там я пришел в магазин купил пачку таких пачку таких пачку таких и я их просто случайным образом распределяю мне как раз нравится эта игра я не знаю что получится я не знаю какого она будет размера как она будет работать я потом смотрю о прикольно смотри ты конечно когда приходишь в магазин покупаешь определенные форматы даже не знаешь на них будешь рисовать ты все равно как бы определяешься каким-то определенным ну как бы размером не достигая каких-то огромных пределов да да там не знаю подрамник там два на два метра внезапно взял и даже не знаешь что ты там будешь делать да я поэтому у меня с самого начала у меня всегда одни и те же размеры картин то есть я выбрал в магазине там четыре вида подрамников которые самые ходовые в магазине которые всегда есть в наличии в любой момент я пришел он точно будет ну а ты которые как бы чаще всего берут вот знаешь как фотокарточки там 10 на 15 там и так далее да 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 слушай но у тебя как раз да у тебя просто очень удобный подход то есть у тебя может быть разной серии но при этом поскольку у тебя как бы формат примерно одинаковый ты можешь их как трансформер эти серии там посчитать друг с другом и что-то делать какие-то интересные такие смежные серийные проекты скажем так а у меня как бы я наоборот я как бы зачастую когда выбираю большие форматы я не руководствую с удобностью да то есть я вот сказал что у меня будет три на три метра да это как бы размера скорее музейной какой-то работы сложно себе представить человек который купит такую работу повесить у себя дома там не знаю на трехметровую стену и будет доводить да то есть это как бы сложно вообразить себе такого там есть только там не какой-нибудь директор музея да поэтому я мне наоборот как бы привлекает мысль что это очень неудобно да то есть если человек хочет купить это то он должен как бы соответственно подойти к этой работе да то есть он должен учитывать ее размер да что она как бы должна войти в определенное пространство ее не так просто взять и повесить можно но иногда иногда какие-то серии старые у меня они достаточно удобного формата как раз и зачастую были бывают комичные моменты там с моей галеристы которая мне говорит что вот ну ты давай там может быть сделаешь новую серию с таким хорошим форматом средним чтобы это можно было продать хорошо люди купили потому что большие работы никто не купит у кого нет денег и место куда все это можно поставить или такой задумывается ну да наверное стоит может быть такого средневного формата ну вот смотри я сейчас тоже листаю портфолио и в серии полароид куча знакомых лиц и я там тоже есть периодически попадаю я вот тоже где-то на выставках в интернете я периодически вижу чаще всего почему-то вижу картинку где я вискаре с горла пью не такая не так часто это делаю вот на картине мне было уже 10 лет все тебя запомнят именно в таком виде да или вот кто сейчас наблюдает это я тоже где-то сплю у меня очень странные ощущения всегда от этих работ когда я себя вижу на картине мне очень интересно миграция картин куда они потом деваются где-то там у нас музей висит или у кого-то например дома или где-то там над камином и вот и я вот ну как-то мне становится немножко не по себе что я я в итоге оказываюсь везде в разных местах планеты вот то водку пью то сплю то еще где-то это не не к тому что не то что это такое в общем странное немножко какое-то что-то с призраками связанное да вот с каким-то разделением такими знаешь как в этом в Гарри Поттере когда он Волан-де-Морт себя на крестраже свою душу разбил вот значит везде там в разных предметах находит вот что-то такое вот но на самом деле если брать например вот эту вот серию поларои скорее из разряда что вижу то и рисую такая некая история нашей поездки в Ростов где мы там тоже делали совместную выставку вот ну забавно на самом деле что вот эта вот вторая работа где вот там я и сапожников изображен она на самом деле сейчас находится в коллекции Третьяковской галереи да как бы то есть как бы вот для меня тоже иногда бывает очень такая загадка куда кто покупает все эти работы вот именно с портретными такими вещами а кому это так интересно ну да когда вот просто там какая-то композиция что-то происходит я могу себе представить вот портрет да очень странный странный вообще способ ну точно странное изображение как с ним там жители еще что-то смотри я просто да я просто стараюсь именно вот когда портреты каких-то конкретных людей стараюсь подойти с сексуальной точки зрения изобразить портрет так как будто он не портрет а просто некий образ да то есть даже если черты лица видны четко и провисованы и написано имя человека который изображен тем не менее все равно это должно быть восприниматься как некая ситуация да то есть даже в этой серии полароид да где ты там я и еще куча наших знакомых они все в неких каких-то ситуациях существуют и тем самым ты как бы это не по-разному портретам некого-то там головы да известности известные личности а именно некая ситуация а ситуации они как правило для многих людей очень похожи да и многие люди эти ситуации сами в своей жизни проходили поэтому как бы это вот такое именно восприятие казалось бы портрет если как не портрета и меня очень интересно обыграть таким вот образом даже там где ты спишь там же нет твоего лица да то есть непонятно кто это только ты знаешь что это ты там написано что-то Коля нажрался и спит после вечеринки да но тем не менее как бы вот эта вот ситуация она мне кажется знакома не только тебе мне и многим людям которые такие ситуации ага хорошо и тоже по поводу персонажей вопрос сразу такой ты ну один из твоих самых знаменитых вот как раз серий она связана с семейными фотографиями да с ну я так понимаю что там да да членов семьи фигурирует а как твои родственники относятся к тому что ты делаешь поддерживают они тебя или разбираются в том что ты делаешь интересуют они меня они они меня безусловно поддерживают потому что я кормлю семью с вами работаю и деньги зарабатываю таким образом поэтому конечно они поддерживают вот но в целом это финансовый вопрос я про концептуаль ну нет я на самом деле как бы смотря на реакцию там мамы да там других членов и родственников да как бы все очень достаточно доброжелательно относились к таким вот работам хотя может быть там как-то жутковато казалось и мне очень часто кажется что родственники не очень понимают в чем тут соль какая-то идея но в целом они говорят о как круто там нарисовано никаких претензий нет да нет я имею ввиду что вообще как бы поддерживаешь ли ты разговор ну то есть рассказываешь ли ты что ты делаешь да вот я там работаю над новым проектом там в таком ключе да ну я стараюсь стараюсь рассказывать ну опять-таки я говорю что у меня такое ощущение что они знаешь как бы как бы я не старался им объяснить что-то до конца мне кажется они не совсем понимают но тем не менее они всегда очень там с интересом слушаются и там ага ага вот так там что-то там какие-то привлечения дают я просто почему спрашиваю что я сталкивался все время с полярными такими историями с одной стороны да очень очень распространенная история про то что как бы то ну даже вот я не знаю в рабах Малевича все время мемасы когда там за обеденным столом семья сидит там какие жуткие про современные искусства шутят ааа и вообще как бы да я художник вот чаще всего я по крайней мере сталкиваюсь когда с семьей вообще не ведется разговор об искусстве ну то есть как бы да могут какие-то картинки оценить но в принципе как бы никто вообще ну как бы если там интервью у родителей я почему спрашиваю меня всегда поражает когда там не знаю там на смерть фасбиндера снимают там документальные фильмы берут интервью там у его мамы и она как бы там самый большой знаток его творчества да в каких-то мельчайших вещах знает там как он работает там и так далее ну и я как бы среди знакомых тоже знаю как бы людей которых как бы родственники ну по крайней мере вот близкие да там условно мама они прям вот досконально разбираются в том что происходит и есть как бы другая ситуация когда условно там после смерти художника приходят или там либо приходят снимать документальный фильм про него да и как бы родственникам сказать нечего да я вообще не знаю чем он занимался вот да точно но я бы очень хотел чтобы это было именно в первом случае но я не могу сказать однозначно что это моей мамы чем я занимаюсь да но она скажет какие-то общие вещи не будет так сказать возможно это как бы моя вина что я как-то не сильно как бы ее как бы какие-то свои подробности ну как бы ей рассказываю да про свою работу возможно ну просто она такой как бы человек как обычно родственники там такие люди как бы уже другие другой другого поля интересов не ну понятно что как бы да и что они как другим зачастую рассказать о том что да что ты вот хотел этими работами как-то какие-то темы поднять это не важно для тебя а ты когда послушаешь тебя понятно ну хорошо ну вот и все да и как-то особо обсуждение в данной теме не так но иногда на самом деле ты мне навел на мысль может быть стоит сделать эксперимент может быть стоит прийти к маме рассказать о тебе более подробно сесть напротив нее и рассказать ей что вообще значит да но я кстати соглашусь я вот чувствую свою ответственность потому что я как бы не донес до родственников чем я занимаюсь как бы и сверх важная часть моей жизни она просто выпадает из поля зрения как бы такой вот фигура умолчания да та часть жизни о которой не принято в семье говорить ну да ну только в погоде нормальной ну типа того да как будто бы все по отдельности типа работа отдельно семья отдельно родственники отдельно вот хотя конечно же стоит так попробовать сделать сказать о чем последний работа не в общих чертах да более развернутой чтобы она мало поняла что происходит в моей в моей личной жизни профессиональной так ну ладно я пожалуй наверное мы не будем в общем смотреть там работы обсуждать не надо подробно так как уже довольно долго об этом беседуем да я повторюсь что мы pdf кириллов выложим красивую картинку с каталкой возьмем на фон выложим можно будет все посмотреть ой сейчас надеюсь а а сейчас прошу прощения а сейчас я буквально еще несколько вопросов задам и если в общем у слушателей возникнут какие-то вопросы к кириллу вы тоже не стесняйтесь и спросите а я у меня два таких вопроса абстрактных немножко мне кажется что у тебя как у человека да есть две такие странности о которых может быть мало кто знает но только кто близко с тобой знаком они мне кажется довольно интересные такие первое про тебя ходят слухи что ты как бы работаешь очень скажем так дискретно или эпизодически то есть знаешь есть художники которые каждый день приходят в мастерскую и работают там с 8 утра там до 5 вечера с перерывом на обед да а и насколько я понимаю у тебя другой способ работы ты там условно там в общем долгое время да особо ничего не делаешь там ходишь бродишь а потом значит садишься и вот там в течение месяца из мастерской там условно не выходишь да ну вот потом опять полгода как бы там такое простое рабочего происходит вот что для создания работ да вот почему вот такая дискретность происходит не она очень понятна я просто хотел у тебя узнать и правда ли это вообще что ты вот таким способом работаешь то есть ты хочешь хочешь чтобы я сейчас слух развенчал что чтобы я слух сейчас подтвердил или развенчал нет ну я с тебя не не хочешь об этом говорить не нужно нет ну на самом деле что касается работы да я конечно не какой-то там многостаночник и нетруженик завода чтобы приходить каждый день рисовать обязательно там пять часов в день да рабочие так не очень получается не то чтобы я так хотел скорее да понятно что так в любом случае не получится как бы бывают разные ситуации бывают разные проекты где-то работа быстро идет и практически каждый день где-то ты для того чтобы что-то начать хотя бы и долгое время действительно там входишь как я сказал и думаешь о чем-то а потом уже потихоньку начинаешь приводить свою как бы задумку в жизнь вот но да в целом я действительно не то чтобы прям каждый день работаю вот но именно что руками в смысле что я не то чтобы нет я понимаю я про это и говорю а так конечно как бы практически каждый день у меня как бы мысли о работе там как интересную чем там что-то совместить это как а вот для того чтобы вот новый проект появился я на себе заметил что мне обязательно нужно куда-нибудь поехать в незнакомое место то есть когда я вот дома нахожусь я могу что-то придумывать такое и куда-то записывать но все равно я вот тоже могу вот в какой-то вот рутине ты все время находишься да делаешь одно и то же и мне вот принципиально вот чтобы что-то совершенно такое большое амбициозное появилось мне нужно куда-то уехать пусть это будет там резиденция загородная прогулка там что угодно в общем на какой-то хотя бы там от трех до недели да вот ну и у человека чем больше тем лучше просто переключить режим да вот куда-то уехать в другое место и ходить как как турист то есть с другой оптикой смотреть не то как ты смотришь смотришь да у себя абсолютно обыденные вещи в путешествии начинаешь воспринимать вот так вот это да ну вот в жизни так переключаться довольно очень сложно ну либо используешь определенные практики для такого смотрения и вот после того как ты куда-то поехал тебе ну мне нужно как бы забыть это то есть вот эти фотографии там какие-то воспоминания все должно перемешаться в такой клубок и потом как знаешь археологи находят какие-то вещи уже не ну никто не знает как как это использовать я вот из своих же воспоминаний условно которые уже переварены и забыты вот начинаешь вытаскивать какие-то вещи как как-то их комбинировать это такой большой импульс интересный подход по поводу типа сначала собрать материал а потом раз их забыть я как-то по-моему никогда особо не делал обычно ну как-то сложно сказать из чего рождается проект он рождается из какого-то начала хаоса из пустоты из того что ты хочешь сделать что-то крутое мысль ни за что не цепляется тебя просто хочется сделать лучше чем было до этого да потом ты начинаешь от этой вот пустоты идти дальше в сторону того чем как бы как бы ты сейчас что ты сейчас думаешь да что тебя тяготит вот потом идут какие-то некие референсы да ты тоже ходишь там что-то смотришь где-то в интернете что-то подсмотрел это тебя навело на какую-то приемную мысль все это собираешь в некую условную папку с таким каким-то референсом образом на который тебя расцепили и потом в итоге там что-то начинаешь перерабатывать перемалывать все вмешать из этого из этого месива что-то рождается из такого комка непонятного чего вот ну кстати по поводу уехать в резиденцию вот как раз сейчас я был в резиденции в Армении я туда ехал совершенно как бы не знаю что я там буду делать просто мне хотелось как бы действительно поехать на ландшафт и просто ходить рисовать пить вино и как бы ни о чем особо больше не думать но и несмотря на то что я там не имел никаких изначально задумок по поводу проекта в итоге вышел достаточно очень классный цельный проект исходя именно из местного контекста я его потом какое-то время опубликую в институте чтобы было понятно о чем я говорю но тем не менее он не то чтобы он тоже родился из контекста нет как бы всегда вот так просто идешь по улице и внезапно тебя мысль летает вот так и потом делает это удивительно как бы какая-то магия происходит ну да я не хочу как бы да как бы все это как бы романтизировать все этот процесс да что это вот там вдохновение я не верю в вдохновение что это мне кажется какая-то ерунда что просто надо ходить действительно ну и в общем думать смотреть и собирать что-то как бы потом все это будет здорово вторая странность так в общем ни для кого не секрет что ты большую часть своей сознательной жизни играл в Skyrim и Dark Souls и очень странным способом Кирилл в общем играет в обе эти игры или я не знаю наверное уже закончил играл до какого-то в Dark Souls я уже не играю а в Skyrim в Skyrim вот да недавно да Кирилл играет играет в эти игры как бы с перманентной смертью то есть когда ну в общем когда его персонаж умирает он возвращается как бы начинает игру заново он не использует сохранения вот на протяжении многих лет Кирилл этим занимается вот у меня вопрос насколько для чего ты это делаешь Слушай мне кажется это какая-то профессиональная деформация игрока в видеоигры вот ну на самом деле я стараюсь это вот мое увлечение играми как-то переносить свою работу как раз у меня был проект тоже связан Dark Souls назывался Сад Снедаемого улицы то есть как бы в игре Dark Souls 3 есть локация называется Сад Снедаемого короля и вообще как бы в Dark Souls все с стилистикой очень хорошо с стилистикой и с названиями и думали Господи почему как бы я не додумался о том чтобы сделать что-то такое красивое возвышенное да и вот хочется как-то эту стилистику эту атмосферу перенести вот вот этот проект перенести свою деятельность чтобы вдохновиться да хоть я и не верю вдохновением тем не менее вдохновиться с определенным предметом да вообще компьютерные игры это как часть культуры как один как бы такое очень серьезное искусство да он как бы вмещает в себя очень много жанров и стилистик и невозможно не вдохновиться вот а и собственно говоря как бы ну не знаю по поводу перманентной смерти могу сказать что действительно просто в какой-то момент да ты играешь в какие-то игры да там типа RPG то хочется как-то максимально в шкуру персонажа так сказать внедриться да и прочувствовать все как бы всю остроту геймплея на максимуме поэтому ты каждый раз как бы даже если ты это делаешь уже в какой-то там сотый или миллионный раз проходишь одну и ту же игру ты все равно как бы какие-то эмоции ты испытываешь какие-то невиданные да когда ты там заходишь в какой-то лес и ты как бы очень осторожно крадешься когда там рядом находится какое-то какое-то логово с волками да потому что как бы в обычной ситуации тебе нечего бояться да если тебя убьют волки ты можешь загрузиться и пойти как бы а тут как бы острота ощущений потому что возможно эти волки это последнее что видит персонаж игровой и на этом придется начинать я даже узнал что есть да у меня просто наблюдение было такое мне кажется что я вот просто очень много знаю художников да их как они делают искусство и во что и каким способом они играют и очень забавно проводить параллели между этими то есть совершенно разные способы взаимодействия с этим игровым миром но по сути да искусство что же такое игровой мир есть определенные правила и да что-то конструируешь в нем вот например Ваня Гошков он все время любит там какие-нибудь огромные стратегии типа там каких-нибудь казаков и вот сделать там миллиард юнитов чтобы эта вся карта превратилась в какое-то месиво как у него там на работах абсолютно абсурдные ситуации там создает или например Андрей Монастырский он там на протяжении многих лет играл в карточную игру МТГ причем со старым интерфейсом то есть абсолютно концептуальная такая практика ежедневная карточки подсчет статистики всего такого прочего в общем это забавно мне кажется ну да конечно если кто-то нас будет слушать какой-нибудь куратору сделайте пожалуйста такую выпуск про художников на самом деле кстати я думал над тем чтобы сделать свою собственную игру да как бы мой макет я его сейчас конечно показать не могу он разобран в виде вот но тем не менее макет я сейчас сделаю да и он как бы изначально мной позиционировался как некая локация для видеоигры вот поскольку я видео в гейминге именно в создании игр ничего не понимаю да то в принципе очень сложно как с какой-то стороны подобраться именно как разработчик но тем не менее как бы я вот сейчас делаю макет и думаю может быть действительно как бы использовать его по максимуму не только как часть живописной какой-то истории но и как часть какой-то игровой да ну и понятно об этом задумываешься ты начинаешь как бы расстраивать что тебе там отличный сюжет отличный геймплей история вот это все как бы да чтобы все было взаимосвязано работало очень хорошо и было интересно как бы самый главный секрет что было интересно тебе самому играть вот и собственно в любом искусстве так работа она удается тогда когда ты сам от того что ты делаешь вот ну и собственно говоря да вот механика с единственной смертью она мне очень нравится да это какая-то такая толика реализма присутствует да что ты вот искренности самое главное тоже очень важно в любом искусстве если ты честно играешь да ты принимаешь правила игры то собственно как играет до конца по своим собственным правилам но правилам той игры в которую ты играешь если ты умираешь значит все как бы конец надо начинаться заново как бы ты перерождаешься да и начинаешь свой путь в этой вселенной с самого начала как бы тебе это не нравилось поэтому я ненавижу Скайрим тем не менее я в нее играю уже сколько лет и я ее как бы и люблю и ненавижу это мои конечно мои конечно проблемы но ничего не могу с этим поделать ясно так ну и смотри у нас уже совсем уже долго разговариваем я думаю мы всем уже надоели от меня последний вопрос у меня в коллекции лежит одна твоя работа скорее всего ты о ней даже не помнишь и она абстрактная это абстрактная живопись вопрос но ты в общем никогда особо абстрактной живописью не занимался ну за исключение того что у тебя конечно композиция там очень часто тяготеет к абстракции да и какие-то такие абстрактные элементы туда привносишь но такой вопрос ты не хотел бы ну может быть у тебя есть такое желание да заняться чисто абстрактной живопись ну может быть отдельный проект ну для чистой абстракции действительно никогда не занимался у меня были вещи довольно-таки абстрактные но по своей сути все равно не чистая абстракция не знаю меня как бы не особо как всегда привлекала абстракция в чистом виде да потому что у меня по большому я не могу как бы у меня сложное отношение именно к абстракции я не могу понять это как бы нужно определенное другое видение предмета чтобы им заниматься непонятно то ли это слишком легко или слишком сложно принимать поэтому как бы я до сих пор не определился для себя что же это легко или сложно поэтому как бы вот собственно при этом элементы абстракции присутствуют я очень люблю ее как бы внедрять в такие оппозиции фигуративные но вот например я вот в последнее время отказался от изображения человека как персонажа да живого такого участника работы возможно так если там я постепенно буду от всего отказаться приду в итоге так пока об этом не думаю ясно ну и самый-самый последний вопрос у меня он такой ну звучит как вопрос из анкеты кто твой самый любимый художник на самом деле я понимаю что на этот вопрос невозможно ответить скорее есть ли у тебя какой-то дежурный ответ на этот вопрос в том смысле что есть ли какой-то художник или может быть работа которая изменила твое понимание искусства да которая вот ну как говорится повлияла на тебя каким-то образом что ты по-другому начал вдруг смотреть на то что ты делаешь и то что тебе нужно делать ну да это действительно такой вопрос без анкеты на который сложно ответить и я могу сказать так что в какой-то момент меня очень сильно было привлекать северное возрождение сколько знаешь об этом и первая моя серия работа она как раз вдохновилась стилистике северного возрождения но вот не знаю как бы дежурно конечно сложно так вот прям взять и ответить я просто когда начинал задавать этот вопрос я сразу вспомнил про Матюса Грюна Ваня отличный художник могу сказать еще Пьера де Лафранчет он не северный но тем не менее да очень как бы в плане колористики композиции один из художников которых я с удовольствием пересматриваю так что джота ну джота как бы это вообще как бы можно сказать вся живость вот скорее вот именно по таким вот столпам пройти столпам я понял дальше шестнадцатого века не уходим окей я очень старомоден в этом смысле окей у меня просто есть дежурный ответ я почему в общем этот вопрос задал я недавно о нем думал и вообще почему у меня есть дежурный ответ у меня вылетела фамилия художник Мариотти по моему его фамилия я впервые его работу увидел очень малоизвестный такой по крайней мере в России такой американский художник итальянского происхождения и я в Лейпциге была какая-то дурацкая выставка про еду и я увидел его работу которую он возит просто с гастролями по всему миру самая известная его работа которая представляет из себя за барную стойку холодильник с пивом и можно как бы подойти сесть за барную стойку выпить пиво мне там значит работа называется ну и такая надпись большая значит Том Мариотти лучшее искусство это выпить пиво с друзьями вот достойно 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 работаем да и я в общем как-то вот я я после этого да последовал примером мариотти и почему такое простое искусство но переводящее фокус совсем в другое русло да от работ наоборот знаешь какие-то же красивые перформансы были где он на холсте проводит линию но он сидит на полу и холст в галереи висит на стене и вот он ее проводит эту линию ровно до того момента куда он дотянуться может ну и как бы работа называется как бы да я веду линию до того момента как как могу ну и так далее ну да конечно я гораздо более скучно ответить окей в общем-то у меня все вопросы закончились друзья если у кого-то есть какие-то вопросы к Кириллу которые мы не обсудили задавайте там можно кнопочку нажать поднять руку так ну видимо как обычно ни у кого никаких вопросов нет все понятно что я тут спрашиваю ладно Кирилл может быть ты что-то хотел рассказать ну слушай ну мы как бы с тобой мы с тобой не обсудили момент связанный с моей галереей да да у меня кстати записано я пропустил этот вопрос что у тебя просто в pdf не упоминается вот и как раз у меня так так и записано в тетради дочка в pdf не упоминается в общем галерея которую ты открыл и которая называется утилизация расскажи о ней зачем она нужна да ну в общем зачем она нужна да действительно у меня есть галерея ну это меня и мои коллеги мы вдвоем открыли галерею чуть больше года назад на грант гаража предыстория в том что я до этого жил работал в москве два года и и просто в какой-то момент началась пандемия история коронавируса и как-то пришлось переезжать обратно в Воронеж как бы если уж болеть то гораздо приятнее на родной земле болеть вот ну и в связи с тем что я переехал пришло как бы осознание того чтобы найти себе мастерскую но поскольку просто мастерскую найти довольно скучно да хочется как-то немножко формат мастерской расширить и было принято решение вместе с мастерской искать еще пространство и подъехну галерею да решил открыть такую квартирную галерею потому что ну это как бы новый опыт для меня как для условного галериста да и возможности обновы открываются тем самым поэтому мы какое-то время искали пространство нашли его в центре города очень хорошее пространство такое с закрытым двором и начали свою неспешную галерейную деятельность да год нашей галереи мы показали 4 выставки и сделали аж одну лекцию по фотографии но тем не менее я считаю что это только начало как бы да несмотря на все трудности которые мы сталкиваемся сегодня мне хочется верить то что только начало начали галереи деятельности и собственно ну так и так и Коля кстати говоря тоже участник нашей галереи приглашенный куратор вот и поэтому в частности благодаря Коле я надеюсь мы вдохнем выставочную деятельность галереи новую жизнь ну это так а галерея кстати да называется утилизация мы тоже ссылочку оставим потом под видео а тут такие технические моменты рассказала ты вообще всем советуешь открывать свои галереи или не всем слушай если у вас есть хороший вкус и вы имеете возможность открыть у тебя галерею почему бы нет открывайте конечно тем больше всяких разных интересных мест тем лучше я думаю чисто как бы для экосистемы города да я ее открыл галерею потому что ну как-то очень часто это когда какие-то московские гости приезжают они как бы спрашивают и как правило из искусства есть только два места довольно мало и хочется какой-то еще альтернативы вот поэтому для меня как бы да стояла такая определенная задача познакомить жители города и людей которые приезжают к нам тем что я считаю хорошим искусством и не только я да и люди которые с нами работают то есть постараться максимально расширить именно культурную карту Воронеж у меня это кажется достойным поводом для того чтобы открыть ну наверное мне кажется еще один приятный бонус есть что не ты на выставке ходишь а выставки сами к тебе приезжают да сам себе куратор галерист и художник если что я пока правда не делал свою выставку галерею но это будет показать остальные последние ну да вот собственно как это у меня вопросик возник Кирилл хотел над чем над каким проектом сейчас работаете и вторая часть вопроса какие ближайшие может быть выставки у вас планируются да спасибо за вопрос ответил на первую на вторую часть вопроса у нас планируется в ближайшее время выставка художников Воронежских в Москве в галерее сцена она планируется в марте вот это будет большая такая выставка в небольшом пространстве будет 10 участников более точные даты пока не не анонсированы но я думаю в ближайшее время можно будет посмотреть в моих в цепях или у Коли так что в плане выставки вот это самое ближайшее что будет то есть и буду и я там и Коли и все остальные другие художники над чем я сейчас работаю но я вам упоминал что я сейчас делаю макет для большой работы у меня будет работа предсостоять генетические и естественно органические вот собственно пока особо говорить о чем это рано потому что все это идет как бы процесс такой там процесс разработки и процесс создания макета это будет продолжение скорее так условно говоря последнего моего цикла бестиарий животных но в более так сказать расширенном формате 3 на 3 метра это здоровенное ну я условно говорю 3 на 3 я так просто типа она очень большая я так пока еще точно не читал это будет целиком мне кажется в мастерской это не встанет в ход это будет из 9 таких подравников да 9 подравников там 100 на 110 где-то размер такой вот такой получается ну 3 на 3 примерно получается 3 на 3 примерно да ребят если есть вопросы не стесняйте так ну а галерея в Воронеже да да галерея не отсюда моя да моя галерея в Воронеже а выставка будет проходить в Москве ну да да я понял я имею в виду что в галерее Воронеже какие планы то есть ближайшие пока не известно когда чего а ближайшие планы вот мы недавно обсуждали наши ближайшие планы у нас есть идея пригласить одного ростовского очень хорошего художника сделать его персональную выставку вот после него намечена выставка очень хорошего в Воронеже художника по своим проектам да ну видимо да так как еще договоренности нету поэтому не очень понятно поэтому я как-то конкретно да имен называю потому что да пока еще точно ничего не определено есть как бы намерения такие и в принципе а по срокам когда ближайшая выставка какие по срокам ближайшие выставки тоже как вы не поверьте в марте будет да да планируем по крайней мере то есть в марте живем у нас да если живем в марте будет у нас в Воронеже в дверей утилизации выставка в марте должна быть выставка воронежских художников в дверей сцены в Москве и в в в в в в общем когда будет анонс и понятное дело что мы все это выложим более конкретно в так что подписывайтесь на инстаграм и телеграм канал для ре утилизация и там будут все анонсики что мы планируем скажу так по секрету раз это планируем некое мероприятие которое будет касаться молодых художников найти хочу посмотреть есть ли у нас какие то очень крутые молодые художники в Воронеже и может быть не только в Воронеже сделать такое своеобразное опенфол для этих ребят и предложить им сотрудничать но это тоже не раньше марта будет но это точно не раньше марта так ну что ж друзья полтора часа мы отговорили вот если в общем возникнут еще какие то вопросы по ходу и мне и Кириллу их можно будет задавать уже позже во всяких там социальных сетях мы всегда рады на что-нибудь ответить и что-нибудь и что-нибудь рассказать и что-нибудь показать ну ладно друзья тогда в общем всем спасибо что слушали тебе Кирилл спасибо за то что ответил на все вопросы вот было очень интересно и познавательно спасибо тебе Коль спасибо ребятам которые слушали да приходите нам гости будем очень рады видеть все интересное искусство в Воронеже и в целом просто интересно будет поболтать с разными людьми узнать что что думает вот так что всем спасибо за этот вечер вечер всем пока всем пока всем пока и